В таком тёплом и замечательном месте, где учат детей искусству. И выражаю большую благодарность руководству лицея за то, что они позволили эту выставку здесь сделать. Символично то, что выставка открывается почти что в день рождения Элита Трофимовича Багдаска. 20 апреля ему исполнился в 91 год. Прошлый год был юбилейный. На этой выставке вы можете познакомиться с его, пожалуй, самым значительным произведением. Это работа всей его жизни Дон Кихот. Если коротко сказать, работа началась с заказа в издательстве карты Молдовинянска в 1985 году. Продолжалась эта работа до 1998 года. Как бы официально он рассказывает об этом в своих воспоминаниях. Воспоминания, которые ждут ещё своего читателя, они ещё не вышли. Я очень надеюсь, что в ближайшее время мы сможем с ними познакомиться. Мне, например, это уже посчастливилось сделать в рукописи. Как шла работа над этим произведением? Сначала была заказана книга в 20 иллюстраций полостных. И так эта работа и шла. Через два года работы оказалось, что издательство книгу выпускать не будет. Но работа была начата. Илья Тахимович был не таким человеком, который останавливается на полпути. И он продолжил работу над этой книгой. Продолжал он её. И после того, как уехал в Санкт-Петербург, хотя не было никаких предпосылок, казалось бы, для того, чтобы эту книгу издать. Мало того, что книга эта, она как бы расширялась. На самом деле, Дон Кихот – это одно из самых известных произведений человечества. Но это книга, которая растиражирована, пожалуй, как никакая другая книга. Это вторая книга по количеству изданий после Библии. И совершенно не случайно он к ней обратился. И он об этом пишет, что это книга, которая позволяет задуматься не только о событиях минувших, но о событиях современных и о вечных ценностях человеческих. Именно так он и подходил к этой книге. С середины 90-х годов он начинает работать над рукописным вариантом Дон Кихота. И к 97-му году делает несколько экземпляров рукописных папок. Здесь вы можете увидеть работы рукописные. А к 98-му году издаёт Дон Кихота в издательстве редкая книга в Санкт-Петербурге в количестве 15 экземпляров. Пять на русском, пять на испанском и пять на английском языке. Вы потом сможете посмотреть вот это вот издательство редкая книга. И потом все можете пройти и посмотреть, как выглядит вот эта книга. Это совершенно уникальное издание. Книги такой у меня, естественно, нет. Есть одна книга в Эрмитаже. Одна книга есть у, по-моему, английской королевы. Есть кто-то купил в Китае. Есть у музея Сервантеса. Есть у короля Испании. Ну, в общем-то, в принципе, разошлись все книги. Но, как он пишет, что он даже сам не знает точно, где они хранятся. Все, по крайней мере. Но дело в том, что мечта об издании книги, которая была бы доступна с его иллюстрациями для большинства, для многих читателей, она его не покидала, и он продолжал работать над этой книгой. И заключает договор с одним из издательств, которое, в конце концов, не смогло ее выпустить на должном уровне. Потом вообще отказалось издаваться. И поэтому в 2002 году он рассылает по разным издательствам описание того, что у него есть, вот этих работ. Описание этих работ. И то, как он хотел бы увидеть книгу с обращением к издательствам, если кто-то может это издать, чтобы эта книга была издана. Не нашлось сначала такого, и потом появляется издательство Витанова, которое не только издало эту книгу, но вот издание этой книги, Витанова русская. Но издало еще одну маленькую книжечку. Это книжечка «История создания Дон Кихота». Очень интересно тут описание всего, каким образом эта книга создавалась, каким путем он шел. Здесь очень интересные высказывания Элитра Фимыча об этом. И вот эта книга, которая вышла тиражом от 1200 экземпляров, и 100 экземпляров, из которых были в уникальном издании. Там здесь гравюры печатные, а там эти гравюры оригинальные. Это библиографическая редкость, как те книги, так и вот это. В общем-то они уже стали. К очень большому сожалению, Элитра Фимыч не дожил всего лишь нескольких месяцев до издания вот этой книги. Он скончался в марте 2010 года, а книга вышла летом 2010 года. Я бы хотел, вообще могу многое рассказать вам об Элитре Фимыче, поэтому тех, кто заинтересован в этом, я приглашаю на крупный стол, который состоится здесь, в здании лицея 3 мая этого года. И там вы можете задать любые вопросы, вам, я надеюсь, будет интересно. Еще хочу рассказать, если кто-то не придет, что есть еще одно замечательнейшее произведение Элитра Фимыча. Это сейчас моя главная, одно из главных моих целей сейчас спасения этого произведения, это роспись селикицканы. У нас сейчас присутствует девушка из этого села, она входит в инициативную группу по спасению росписи. Вот Юля здесь стоит. И на самом деле наследие, которое досталось нам от этого человека настолько огромно, что мы просто-напросто иногда не можем этого толком оценить. Я бы хотел закончить свое выступление словами одного очень хорошего книжного графика, заслуженного художника России Виктора Глебовича Бритвина. Фигура Багдеска поражает своей огромностью. И чем дальше уходим мы от часа его кончины, тем больше вырастает она для тех, чей дух погружен в искусство. Его можно было бы назвать последним из череды великих классиков, таких чуждых, вилянию моды, исторически верных только своему пути, только чистому голосу своей души. Думаю, однако, что такие художники будут рождаться всегда. Именно они, выражая себя и в себе свое время, сохраняют и проносят образ человечества через века. Спасибо всем, что вы пришли сюда. Я приглашаю вас насладиться выставкой этой, потому что здесь замечательные работы, которые, я не знаю, они настолько возвышены, настолько мастерски выполнены, что сравнивать мне, если честно, не с чем. Спасибо. Спасибо.